Мы продолжаем наш выпуск. Мелких домашних животных в Люберцах начали прививать от бешенства. Выездную акцию ветеринары проводят в сельских поселениях и садовых товариществах. Причем процедуры это совершенно бесплатно. Кроме того, специалисты разъясняют жителям, какими последствиями чревата эта инфекция для домашних любимцев и чем она опасна для человека. Многим кажется, что если питомец везет домашний образ жизни и не бывает на улице, то риск заражения равняется нулю. И прививка от бешенства ему не нужна. Но только за последние три месяца этого года Распотребнадзора Московской области было зарегистрировано 30 случаев бешенства животных. Из них 57% приходится на долю домашних питомцев. В связи с распространением этого заболевания на территорию Люберец начали проводить выездную ежегодную бесплатную вакцинацию животных. Иди ко мне, феник, 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 феник. Иди скорее, уколчик будем делать. Ирина Булаева проживает в Асенте-Матяково год, переехала сюда из Москвы. Будучи еще в столице, сначала взяла одного кота, а потом пришлось подобрать второго. На сегодняшний день у нее 23 питомца, 15 котов и 8 кошек. Все они были бездомные. Сейчас питомцы живут на участке, у них отдельный дом. Мы очень благодарны, что приехали именно к нам сюда, потому что 23 кота отвезти в лечебницу одним разом и сделать там прививки – это очень тяжело. А здесь очень удобно, доступно. И нам, и котам очень хорошо. Асенте-Матяково – это четвертое место по списку, где проводят выездную вакцинацию животных. Еще намечено 3 СНТ и 3 населенных пункта. Ветеринары уже вакцинировали порядка 45 голов, и еще 150 голов вакцинируют в ближайшее время. Прививка переносится питомцами хорошо, а на сегодняшний день не выявлено ни одного случая осложнения. Полный комплекс, пожалуйста. А, боишься врачей, да? Боишься врачей, да? Бояться нужно не врачей, а самого бешенства. На сегодняшний день это неизлечимые инфекционные заболевания мозга и центральной нервной системы, передающиеся через укусы и оцарапывание больным животным, а также через слюну переносчика заразы. Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного питомца за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Первыми признаками является нетипичное поведение. Например, если домашняя, да, кошечка или собачка, там совсем другое поведение, да, ухудшается аппетит, появляется агрессия. Кроме того, может возникнуть светоевода боязнь. Самая последняя, третья стадия – это паралич конечностей и смерть питомца. Человек заражается при контакте в результате укуса животным. И первыми признаками заражения человека является повышение температуры тела. Если это случилось, то как можно скорее необходимо промыть рану теплой водой с хозяйственным мылом и обратиться в травмпункт для проведения курса антирабических прививок. Если вы хотите обезопасить братьев своих меньших себя и своих детей, обязательно раз в год делайте прививки от бешенства. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.